Я прошу уже на решение у матери сказать несколько слов. Профессор Горин, пожалуйста, тёк, тёк, сам, сам. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы к Шрима Таджи. Очень хорошо, если бы вопросы были заданы даже на русском языке, лучше на английском, в письменном виде. Мы вчера столкнулись с рядом вопросов, не оправданным ни обстановкой, ни характером нашей встречи. Дорогие соотечественники, сорубежные гости. Я удивляюсь, крайне удивлён демократичностью, в настоящем, лучшем смысле этого слова, нашей великой гости из Индии. Так же Шрима Таджи говорит, я коммунист. Я попрошу сейчас уже не задавать вопросы в письменном виде. Ещё раз. Сейчас, я уже сказала вам, что я не буду говорить вам о себе. Сейчас, если я даже скажу вам, почему вы должны в слепой вере верить, после реализации вы будете знать всё. Я не хочу быть распятой. Есть очень хорошее выражение в русском народе. Говорить откровенно, как на духу, как перед Богом. И вот удивительно... Транслить. Подождите, подождите. Не надо перебивать, не солидно. И вот что удивительно. Мы сегодня заслушали исключительно откровенное суждение о всех болячках нашего общества. Конференция носит название «Нравственность», хотя переведена как «Мораль». «Здоровье» и «Мир». Шрима Таджи говорит, что я не хочу навязывать ничего никому, то, пожалуйста, все должны сами это открыть. Единственное, что вы должны быть честными людьми. Совершенно правильно. И вот посмотрите. Посмотрите. Во всех юридических крупных инстанциях есть нечто клятва Гиппократа подобное. Говорить правду, говорить только правду, и ничего, кроме правды. И мы заслушали, на мой взгляд, ослепительный доклад в лучшем значении этого слова. Блестящий доклад. Я вижу это как кувертиру к Нобелевской речи в Стокгольме или в Осло. «Мы слышали очень великое лекти о том, что мы вернемся к курицу к курицу Нобелевской речи. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Будут трудности. Такое откровение не всем может понравиться. Но истина должна победить и, я думаю, победит. Спасибо, говорит Шематыч. Большое спасибо. Сейчас, пока разбираются вопросы и переводятся, я обращу Ваше внимание на очень интересное какое-то привидение. В наш адрес, в адрес международной конференции поступило несколько приветствий от видных и выдающихся, в основном, интересных людей нашего правительства, хороших прогрессивных организаций. Я вам только перечислю, и чтобы сэкономить время и не утомлять наше высокое собрание, я позволю вам сказать. Председатель Государственной Думы Иван Петрович Рыбкин в адрес писал телеграмму. Председатель Совета Федерации поручил своим помощникам в отъезде, и эта телеграмма будет зачтена, а именно подписана зампредседателя Совета Федерации, и там дальше наш главный ученый-секретарь прочтет. Юрий Геннадьевич Яров, вице-премьер правительства, и председатель аналитического центра при президенте Александр Георгиевич Усов. А сейчас я предоставляю слово для зачтения главной правительственной программы России нашему главному ученому-секретарю. Прошу потом передать переводчику для оглашения этого важного документа на английском. Пригласите еще одного переводчика, пусть переводят там. Участникам Второй Международной Научной Конференции «Мораль, здоровье, мир». Приветствую участников, гостей Второй Международной Научной Конференции «Мораль, здоровье, мир, Восток-Запад», собравших беднейших духовных учителей, ученых и государственных деятелей, представителей различных религиозных учреждений. Решаемые вами вопросы, как сохранить мир на Земле, как помочь человечеству выжить, роль духовности в преодолении актуальнейших мировых проблем, имеют планетарное значение. Люди на Земле всегда стремились и будут стремиться к миру, благополучию. Люди воюют за мир, строят мир и в то же время разрушают его при помощи военного, политического, дипломатического и религиозного оружия. Но где же этот оптимальный вариант решения вопроса мира, благополучия, равновесия, гармонии? Что надо изменить и как? Убежден, что решение вами будет найдено. Оно в вас, оно в каждом из нас, оно в душе и сердце человека. Вы собрались на эту конференцию ради поисков взаимопонимания и для того, чтобы использовать свое влияние на широкие круги общественности во имя мира, благополучия на нашей Земле. Я сожалею, что не имею возможности лично принять участие в рабочей вашей конференции. Желаю успехов в решении важнейших вопросов для всего человечества. Заместитель председателя Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, Долга Лаптев. Это адреса от парламентского парламента. Юра, я могу выяснить, что Путин прочтет на весь зал. Сама? Сама? Сама парламента. Парламентского парламента. Нет, не полный, но полный. Дептимбер. Город России. Это же парламент. Парламент. Правительство. 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 Так он председатель какого-то. Да, председатель РСФСР. Все России. Some government body. Chairman of some government body. Пожалуйста, переведите на английский весь этот документ. Один к одному в масштабе. Есть уже несколько вопросов, говорит Сремат. Есть одна вопрос, какова цель человеческой жизни? Цель человеческой жизни — это войти в Царствие Божье, это наслаждаться щедростью Бога Всемогущего. Цель также стать Духом, так, чтобы была по полной мир радость и гармония. Это также является ролью Бога. Это был еще один вопрос. Мистер Рерих, он был с человеком, который определенно являлся буддистом. Он сам был очень хорошим человеком, но я не знаю, почему он был очень хорошим человеком, но я не знаю, почему он зашел в такой союз с этим ответвлением буддизма. Это еще одна религия, которая не помогла никому. Будда говорил о сострадании. Сострадание и сострадание. И японцы являются величайшими буддистами. Поэтому вы должны посмотреть, что главный смысл этой религии — это сострадание. А японцы лишь занимаются своим бизнесом. Буддизм не зашел глубоко в них. Как и любая другая религия. Только после того, как вы познаете себя, это произойдет. У нас имеются ужасные секты в Японии во имя Будды. Я была в Канаде и встретила одного человека в оранжевом одеянии. Я спросила, почему вы его носите. Он сказал, что это только одежда, который остался для меня. Я был очень богатым человеком. Все другие деньги, все, что осталось у меня все, а он был очень богатым человеком. Все мои деньги, все, что у меня было, пошло в Далай-Ламе. Он великолепер. И я удивлена, что в Западе люди любят, если вы от них бежите деньги. А я удивлена, что на Западе людям нравится, когда вы просите деньги у них. В Бостоне меня спросили, как много у меня Роллс-Ройсов. Я сказала, что ни одного, у меня есть только та машина, владельцем которой является мой муж. Они сказали, что вы не в бизнесе. Я сказала, что нет. Тогда они сказали, что нам не интересно с вами, вы можете уходить. Вот это американский стиль. Так что Далай-Лама так много денег. Он пришел в нашу страну, никто не любит его, но он сидит на наших головах. И вот Далай-Лама собрал так много денег, и он был в вашей стране, но он сидит на ваших головах. И ему очень нравится золото. Он говорит людям, что вы должны стать аскетами, должны стать саньясами для того, чтобы вы должны отдать все деньги ему. Как и все остальные лжегуру. Будда, Христос и Мохаммед Сахеб потерпели неудачу, потому что люди никогда не понимали их. Они были слишком велики для человеческого ума. Поэтому первое, что я делала, это изучала людей до 47 лет моего возраста. И я увидела, насколько они усложнены. И тогда я открыла этот метод массовой самореализации. Там было много суфий, которые получили самореализацию, но в начале было очень-очень мало. Также и среди христиан были некоторые, которые получили самореализацию. Хали Джибра. Но они все их мучили. Поэтому мы должны сказать сейчас, чтобы понять их всех, вы должны иметь знания о самих себе. Все они делают деньги во имя основателей этих великих религий. Или они распространяют траву. В Маккахе были тысячи и тысячи мусульман и был один человек из Судана. Он был абсолютно темнокожий, и он распространял яд во имя Мохаммеда Сахеба. У меня был кто-то близкий ко мне из арабов, и я была просто шокирована. И только после этого, там была стампеда, и 32 человек, инноцентные люди, которые умерли за хадж, умерли в стампеде. Вы не можете распространять яд во имя Божественных людей. Это греховно. Так же этот рерих и его жена очень сильно страдали в физическом плане. Шриматаджи, как достичь у себя внимания? Вы не должны делать ничего. Потому что все, что вы делаете, вы делаете через вашу умственную деятельность. Ментальная деятельность линейная. В ней нет истины. Она доходит до определенного момента, а потом опять возвращается к вам. Но Духовная сила распространяется по все стороны. Теперь, какая вопрос? Как достигнуть внимания? Теперь они спрашивают о внимании. Это очень просто. Когда Кундалини приступает, то внимание, которое распространяется здесь, идет вот так. Она приступает в центре. Спросили о внимании. Когда Кундалини поднимается в вашем теле, то Шриматаджи показывает, что она поднимается таким вот образом. И она доходит сахастрару и пробивает ее. Когда она пробивает ее, то все ваше внимание насыщается этим просветлением. Вам не нужно ничего делать. Но вам нужно поднимать и поднимать вашу Кундалини таким образом. Самим себе. Это все. Когда вы смотрите на что-то, наблюдайте за чем-то, наблюдайте за этим без мыслей. Можете ли вы наблюдать за Мною, говорит Шриматаджа, не думая? Сейчас вы можете почувствовать всепроникающую силу. Это намаз. Но мусульмане не знают ничего. Вы чувствуете прохладный бриз. Это всепроникающая сила. И на всех кончиках ваших пальцев вы можете узнать, что не так с вами, о состоянии ваших центров и о центрах других людей. Все, кто почувствовал прохладный или горячий поток, поднимите обе ваши руки вверх. Итак, все из вас, все вы. Я это чувствую. Потому что вы готовы. И потому что вы русские. Да благословит вас Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие участники конференции, получено 23 записки. 7 или 8 записок касаются личного здоровья. Я их переношу с вашего согласия на программу. Это наши сахаджевские записки. Многие из нас джайогицы. Многие из нас джайогицы. Так что профессор Вон хочет их принимать в программу. Не в этой медицейской конференции. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы можем ответить на программу, что вы хотите сказать? Да, касающиеся здоровья. У нас есть средства. У нас есть центры. У нас есть доктора, у нас есть люди, которые знают то, как послевать вас. Вы можете идти в эти центры. У нас имеются центры сахаджа йогов, и если вы задаете подобные вопросы, как улучшить здоровье и так далее, вы можете обратиться в ваши центры, и там вам прекрасно обо всем этом расскажут, и вы там получите излечение. И вы также сможете лечить других. И вы также сможете лечить других. Одна вещь, что я видел русские, в огромном количестве 16-18 тысяч людей, они сказали, что они все были излечены на программах. Это возможно только в России, но даже не в Индии. Я уважаю вас очень сильно. Я даже не знаю, из какого металла вы созданы. У меня есть сауги. В июде «Хор Esteфан». Их сауги. У-ху. Центральный благотворительный православный фонд. Он хочет сотрудничать с Сахаджа-йогой. Это они. Спасибо большое. Спасибо. Это то, что я сказала, что они умные. Они очень умные люди в этом стране. Они не стоят в том, где люди видят, что люди помогут. Они очень мудрые люди, и они всегда видят то, что может помочь. И они никогда не откажутся Сахаджа-йоге по каким-либо причинам. Спасибо вам большое. Я хочу спасибо вам большое. Сахаджа-йогиня. Да. Некоторые Сахаджа-йогини писали мне. Я пойду домой и читаю все, и я их отвечу в программе. Хорошо? Это очень большая вопрос. Сахаджа-йогиня. Вы имеете правильное мнение о Михаиле Горбачеве. Вы имеете правильное мнение о Михаиле Горбачеве. Вы всегда говорите, что вы думаете о его сейчас? Это все противополитическое дело. Я не хочу сказать ничего о Горбачеве. Я думаю, что он встал в тапе этих американцев или что-то. Я не знаю, что сказать. Я имею в виду уважение к нему. Но он сейчас попался в лапы каких-то американцев. Я даже не хочу сейчас об этом говорить. Но я всегда хотела встретиться с ним, но он почему-то так и этого не соизволил. Так что... Your attitude to the husband. To the husband. What is your attitude to the husband? Husband? Husband. I don't know what husband means. My husband? No, no, no. Husband. To the husband. The wife to the husband. The question is there about the women. They want to know my attitude towards the husband. to the husband. Yeah, I... Мне поступила записка сообщить мое отношение к мужу. К мужьям. Кмуну. Кмуну? Нет, но тут написано... Кмуну? Кмуну. Или мужу? Муну. Сореже Матади, кмуну. Кмуну. Я хочу сказать, кмуну. 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 Это мун? Майк, это очень плохо. Плохо написано, неразборчиво. Кмуну. Пожалуйста, не спрашивайте меня о дьяволах. Пожалуйста. Кwanна Рабхамархан. Приговориish, но не правильно. Пожалуйста. Наразборчиво А. Каждый, chacun. Какой человек сарджа йога? Какой человек сарджа йоги. Какой человек сарджа йоги. Подпишитесь. В принципе? С如 신位 и каждый человек сарджа йоги. Да, то, конечно. Но скажем, если он идиот, он глупый, у него какие-то сфиксированные идеи, который высокомерен. Предположим, если у человека одна нога в лодке, а вторая нога в пасти крокодила, что делать? Продолжение следует... Как мы, саджа-йогисты, должны говорить о саджа-йогистах. Саджа-йогисты должны говорить о том, как они должны говорить о лже-гуре. Вы видите, те люди, которые были у лже-гуре, уже страдают. Они даже могут быть весьма сумасшедшими. Например, я была в Чикаго, и там был председателем этого общества, Харе Рама, Харе Кришна. Было очень холодно, и он носил дхоти, где так рядом! Нич уровня с," в Кюсс hinges бежуя", отк once дам чемпchatкиação, бегала с надежными данными видистами. Ст și Dentруль, здесь было несколько dansовОтекrene. Это такое Crazy Charte, будут equқар��zig белмерику. Вся дோ, это океан, и nữa, а то есть что мы должен небольшие данные саджи. Продолжение следует... Продолжение следует...